Девушки отдыхают Почему ты сбежала? Ты с ума сошла? Ты же знаешь, я не могу без дозы Пойми меня, пожалуйста Я вынуждена быть с теми, кто может их мне дать Все опять повторится Но это плохо кончится, Пати Пожалуйста, возвращайся домой Все будет хорошо, тебя никто не обидит Обещаю Нет, мне здесь хорошо Где ты? Я попросила Ронни помочь мне Почему ты у него? Тебе нельзя оставаться там Мне это не нравится К тому же У нас столько всего произошло Ты не представляешь Ты единственная, кто может меня понять Послушай, мы не можем сейчас разговаривать Но я обещаю, скоро перезвоню Пати, не вешай трубку Ты нужна мне, как никогда Ты единственная, кто меня понимает Либертат, я тебе позвоню очень скоро, ладно? Я тебя очень-очень люблю Пати Сэнди, я как следует подумал Решил, что нам лучше прекратить наши отношения И как это понимать? Ты хочешь избавиться от меня? Нет, Сэнди Нас связывает наш проект, работа И кое-что еще То, от чего ты хочешь отказаться В чем дело лучше? Почему? Сэнди, у твоего сына масса проблем Будь с ним, удели ему время Я советую это от чистого сердца Я не могу бросить свою личную жизнь и работу Он уже взрослый Нет, не взрослый Он мальчишка с кучей проблем Знаешь, не мне говорить тебе об этом Я знаю, что он трудный парень И обещаю принять меры, но... Сэнди, ты прекрасный администратор Замечательный работник Но признайся, как мать ты не удалась Ты можешь ему помочь, если только еще не поздно Моя роль матери тебя не касается Касается, Сэнди Между мной и Рони много чего произошло Я уверен, это он изнасиловал Беренис, чтобы отомстить мне Знаешь, почему? Из-за наших с тобой отношений Я говорила, с ним он все отрицает У тебя есть доказательства, чтобы обвинять его? Нет, но я уверен, что это сделал он Сэнди Останемся друзьями, будем вместе работать Но эти отношения должны прекратиться Как девушка, которая попала в аварию? К сожалению, она умерла Прошу вас Вам нужно опознать тело и сказать, ваша ли это дочь Хорошо, я все сделаю Но я уверена, что это не моя дочь Если хочешь, я сделаю это за тебя, мама Нет, нет, дорогая, я сама посмотрю Я уверена, это не она Это не может быть, Беренис Нет 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 Господи Моя Беренис Нет Нет Беренис Беренис, наверное, до сих пор удивляется Что же произошло? Она не мучилась Что за кислый вид, Терри? Брось Послушай Что случилось, то случилось Знаешь Мне плохо Давай не будем Эй, не вздумай блевать меня в машине Осторожно Нет Послушай, послушай меня С бампера мойка всю кровь смоет А вот внутри твою блевотину отмывать некому Так что успокойся К тому же, Тедди Я сделал это ради тебя, друг Ты ведь понимаешь, да? Ты и вынудил меня это сделать Не могу поверить в то, что ты сделал Никогда Никогда не запутай ее испуганные глаза Когда твоя машина Заткнись Заткнись Нечего хныкать Никаких слез, понял? Мужики Настоящие мужики Отвечают за свои поступки Они хнычут Как бабы А чего ты хотел? Чтобы эта девка отправила нас за решетку? А? Отвечай Пусти меня Похоже, ты забыл Как нас унизил этот идиот Лучо Так все и началось Эта сволочь спит с моей матерью, чтобы нагадить мне То, что мы сделали с его подружкой Было предупреждением Но до него Не дошло Единственное Что испортит ему жизнь Это слезы Либертат Поэтому она будет следующей Да, Тедди Либертат от меня не скроется Уж поверь мне Никуда не денется Мама? Даниэль Проходи Так, ты? Пришла в себя? Да Кармелла дала мне лекарства И мне стало лучше Я очень рад, что тебе лучше, мама Кроме того У меня для тебя сюрприз Даниэль Какой еще сюрприз? Закрой глаза Тебе понравится Нет, что это может быть? Ради Бога Закрой глаза Хорошо Все, можешь открыть Я обещал, что приду Энрике Вот он Даниэль Ты привел его Ты привел моего сына Теперь мы вместе, мама Ради Бога Кто ли это? Я intim Привет Как хорошо, что ты пришла Иди ко мне Ну все Все, не грусти Ты не представляешь, что со мной происходит Представляю Ты говорила с мамой? Нет Еще нет Тогда Что же ты знаешь? Что ты сомневаешься? Что ты растерян Тебе кажется, что мир рухнул И ты не знаешь, как быть И что думать Лупа, я Ничего, дорогая Все, все, все Думаю Настало время поговорить О твоем парне Это твоя мама Ну же, Энрике Обними ее Иди, сынок, иди ко мне Не бойся Мы твоя семья, Энрике Нет, нет Она плохая Энрике хорошая, а она плохая Нет, нет Это неправда Мама очень страдала Из-за того, что не могла быть с тобой Энрике, сынок Позволь мне доказать Как сильно я тебя люблю Нет Ты плохая Энрике не любит тебя Не любит, не любит Ты плохая Плохая, плохая Нет, Энрике Да, да Нет Она плохая Плохая Нет, не плохая Плохая, плохая Плохая Энрике, пожалуйста Он никогда не признает меня Мы должны дать ему время, мама Еще слишком рано Он никогда меня не полюбит В этом виноват Рудольфу Это он настроил его против меня Что бы я теперь ни сказала Он мне не поверит Ничего, мама Не переживай Вот увидишь, постепенно ты завоюешь его Материнская любовь докажет ему правду Больше, чем слова Чем любые объяснения Твоя любовь поможет Энрике понять всю правду Надеюсь, дорогой Надеюсь, ты прав Так и будет А сейчас я позабочусь, чтобы Энрике чувствовал себя как дома Я поселю его в комнате Эрнесту Ты согласна? Да, это хорошая идея Так они хоть какое-то время будут вместе Это будет, как если бы Эрнест вернулся домой Или, вернее, как если бы никогда и не уходил Ты расскажешь мне всю правду о папе? Ты скажешь, кто он? Либертад Я пришла, чтобы рассказать тебе Все, что я знаю о папе О твоем настоящем папе Панчо Ты тоже хочешь обмануть меня, Лупе? Я знаю, что Панчо мне не отец Я это знаю Ну-ка, объясни мне Что значит не отец? А кто заботился о тебе все эти годы? Кто дал тебе все, что у тебя есть? И я говорю не только о материальном, нет Я говорю о ласке Любви Уважении Знаю, но... Всем, что у тебя есть, ты обязана Панчо И то, что ты хорошая девушка Красивая Умная Человек воспитанный и порядочный Непростая случайность Панчо вложил в тебя столько сил Он растил тебя, как настоящую принцессу Всем, что ты есть, ты обязана Панчо Твоему отцу, Либертад Знаю, он замечательный Я люблю его и никогда не перестану любить, но... Никаких но, Либертад Никто другой не заслуживает быть твоим отцом больше, чем Панчо Но я тоже имею право знать правду Я имею право знать, кто мой настоящий отец Пусть даже он хуже папы Даже если он преступник и самый мерзкий человек на свете Я имею право знать это И я бы хотела спросить его, почему он так со мной поступил Почему он бросил меня Либертад Не обращайся со мной, как с дурочкой Не веди себя, как мама Я ясно слышала, как она сказала тебе, что Панчо мне не отец Ты и знаешь правду Пожалуйста, скажи мне Умоляю тебя Скажи Что вам надо? Зачем пришли? Полагаю, вы не хотите совершить ошибку? Это был бы серьезный промах Последний в вашей жизни Думаю, нам пора объединить силы Вместе мы будем сильнее Значит, объединить силы, чтобы стать сильнее И что? Как что? Действовать по плану? Нам известно, что у тебя есть идеи, как выбраться отсюда Так что мы можем тебя поддержать Ты же сказала, у тебя есть план, как сбежать отсюда Мы можем все им воспользоваться Вижу, до вас начинает доходить Мы должны выбраться отсюда И если единственно возможный план твой, то мы воспользуемся им Что ж, договорились? Но у меня есть одно условие Никто отсюда в одиночку не выйдет Единственный выход – это смерть Понятно? Я готова убить, лишь бы выбраться отсюда И они тоже Прекрасно тогда будете делать то, что я скажу И когда скажу Это единственный путь на свободу Говори, что делать И мы сделаем Мне это нравится У меня есть план Этот план выведет нас отсюда И нам никто не сможет помешать Габриэл Испаник и Габриэль Порос В сериале «В плену страсти» В ролях Габриэл Оруэль Даниэль Луго Рикардо Далмаччи Зули Монтеро Диана Кихано Марисела Гонсалес И Хинесис Родригес в роли «Либертад» Е personality Продолжение следует Не обязательно Начну Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорь Негода «Велитат» Корректор А.Его… Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Операторы Хуан Пабло Пуэнтеса и Игнасио Гонсалес. Режиссеры Леонардо Орангибель и Дэнни Гавидия. Продюсер Хосе Висенте Щорин. Режиссеры Леонардо Орангибель и Дэнни Гавидия. Режиссеры Леонардо Орангибель и Дэнни Гавидия. Пойми, об этом с тобой должна говорить Мелагрос. Это ее право. Я уже говорила с ней. Она все отрицает. Она никогда не скажет мне никогда. Дорогая Лупита, прошу тебя Ты единственная, кто может рассеять мои сомнения Пожалуйста Скажи, кто он Скажи, пожалуйста Не знаю, Либертат Богом, клянусь, не знаю Мне очень жаль Мне очень жаль Поверь, я бы все на свете отдала Чтобы узнать, кто этот человек Кто твой отец Ты меня знаешь, Господи Ты знаешь, что у меня нет перед тобой секретов И знаешь, каким милосердным И каким жестоким я могу быть Но я прошу тебя об этой невинной девочке Защитить которой у меня не хватило мужества Я прошу тебя О дочери О Либертат Она плод самого большого моего греха Греха, который я знаю Ты мне никогда не простишь И сам я никогда не смогу себе его простить Но ты знаешь, каковы были мои намерения Ты знаешь, что я не желал ей ничего плохого Ты знаешь, какую цель я преследовал Очень скоро Я получу все, что по праву принадлежит мне Но я готов на любую жертву Ради нее Ради нее и ее матери Чтобы у них было все Все, что они заслужили Я готов пойти на все Чтобы эти двое были Вместе Счастливы И так было всегда Кто там? Спокойно, Рамона Это всего лишь я Я ждала тебя Что ты тут делаешь? Здесь туалет Мне надо было зайти К тому же сейчас самое время Говорить о деле О деле? Шла бы ты лучше в камеру Ты знаешь, что это? Зачем тебе столько денег? Главное, они мои Но могут быть твоими Девочки сказали, с тобой хорошо иметь дело Смотря какое дело Если хорошее, то и я хорошая Это очень хорошее дело Должно быть, ты уже знаешь, что теперь здесь командую я Слышала что-то Но это к делу отношения не имеет Возможно Но я хотела уточнить, что отныне все контакты через меня И это все? Столько денег за простую болтовню? Не за болтовню Завтра меня и еще одну женщину поведут в клинику Чтобы сделать тест на беременность Обычное дело Они берут кровь на анализ, чтобы подтвердить беременность Ты что, иголки боишься? Я ничего не боюсь Покажи мне одну услугу Я хочу, чтобы ты поменяла результаты анализов Что, зачем это? Не задавай вопросов Сделаешь или нет? Значит, ты не беременна? Говори тише и поменяй результаты Все должны думать, что я беременна Для всех вокруг Для всех абсолютно Я беременна Я беременна Я беременна Эста и Энрике. Это брат? Мой брат? Да. Вы близнецы. Ты его копия? Ну вот, ящик для кролика готов. Ты дал ему лекарство? Да. Я дал ему лекарство. Ему не нравится лекарство. Не нравится? Не нравится. Да, но ты должен давать ему, чтобы он поправился. Вот увидишь. Скоро он будет в полном порядке. Да, и никакого шоколада. Хорошо. Тебе здесь будет очень удобно. А завтра мы купим тебе одежду и все необходимое. Теперь это будет твоя комната, Энрике. Ты будешь жить с нами в этом доме. Энрике живется, Радольфо. Да, так было раньше. Пока мы о тебе не знали. Но теперь ты будешь жить с нами, потому что мы твоя семья. Нет, нет, Радольфо любит Энрике, потому что Радольфо хороший. Радольфо хороший, хороший. Хороший. Все, 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 Энрике, хватит. Все. Ничего плохого с тобой не случится. Раньше о тебе заботился Радольфо, а теперь я тебе буду заботиться я. Ты будешь жить здесь со мной и с мамой. Понимаешь? И с моим кроликом. Да, и с твоим кроликом. Мы одна семья, Энрике, а семьи живут вместе, чтобы защищать друг друга. И самое главное, чтобы любить друг друга. Еще хуже. Теперь еще хуже стало. И нам может сильно не поздоровиться. Теперь в семье появился еще один сумасшедший. По-моему, он опасен. Он так странно смотрит, как ты искаса. Того и гляди, набросится и вопьется прямо в шею. Скажу вам честно, не нравится мне этот сеньор. Совсем. А мне не нравится, что он слишком похож на покойного. Господи, спаси нас. Карамелька, не упоминай покойного, а то он и впрямь может явиться с того света. Сеньоры? Господи, хозяин, зачем же так появляться? У меня от страха чуть сердце не выпрыгнуло. Я пригласил вас, чтобы сообщить о некоторых переменах в нашем доме. Прежде всего, и самое главное, у нас будет жить мой брат Энрике. Он будет жить в комнате Эрнеста. Хозяин, а вдруг покойный рассердится и вернется с того света? Как привидение. Во-вторых, как вы знаете, моя мать еще неважно себя чувствует. Она не может в полную силу ухаживать за моим братом. Поэтому попрошу всех быть внимательнее к Энрике и помогать во всех его потребностях. Во всех? Да. Энрике – это большой ребенок. Он выглядит взрослым, но разум остался на детском уровне. Поэтому иногда он неясно выражается. У него бывают минуты грусти, приступы агрессии. Но он не опасен. Он хороший мальчик, которому нужны наша любовь и терпение. Договорились? Ни о чем не беспокойтесь, сеньор. Мы обещаем заботиться о вашем брате. Спасибо, Кармела. Мама скоро поправится и сможет посвятить себя брату. Ты говорила с врачом? Да, сеньор. Он обещал завтра прийти. Отлично. Если он придет, когда меня не будет, или маме станет хуже, в любом случае, звони мне, пожалуйста, Кармела. Где бы я ни был, я тут же приеду. Хорошо? Да. Спасибо. И спасибо всем за помощь, Энрике. До свидания. Солнышко мое. Я бы все отдала, чтобы избавить тебя от этих страданий. Освободить от этой боли. Бедная моя девочка. Я знала, что этот день настанет. Боже, дай ей силы, чтобы вынести всю правду, которая ее ждет. И помоги мне сделать все как можно лучше. Боже. 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 Продолжение следует... Очень жаль, но тебе придется это сделать Речь идет о моей дочери Что опять с Либертат? Я говорила с ней Ей очень плохо Она мучается вопросом, кто ее отец Почему ты заставляешь страдать мою дочь? Что за чушь ты несешь, Гвадалупа? Я все отрицала Я сказала, что ее единственный отец Панчо Не согласна Очередная ложь вызовет лишь еще больший протест у Либертат Она больше не будет верить нам Ты пользуешься ситуацией Скажи, чего ты хочешь Чтобы я бросилась к ней и сказала, что я не ее мать Это твой план Но у тебя ничего не выйдет Каждым днем ты все больше сходишь с ума Как ты могла подумать, что я могу хоть чем-то навредить своей дочери? Даже если я навсегда останусь для нее тетей Я этого не сделаю Я и забыла, какая ты у нас святая Настолько, что мой муж доверял бывшей заключенной больше, чем собственной жене Тебе меня не обидеть Все произошло только из-за того, что ты сама его спровоцировала своей ложью Хватит читать мне лекции о морали Ты мне надоела Пойми, наконец, что Либертат не заслуживает того, чтобы ее предполагаемая мать постоянно ее обманывала Что ты хочешь от меня? Ты должна решиться Пора Либертат узнать о своем происхождении Настало время сказать правду, Мелагрос Не помешает, доктор? Проходи Полагаю, в такой поздней час тебе провело что-то важное Вас искала Гваделупа Сантос Гваделупа была здесь? Она была напряжена, будто что-то случилось Она что-нибудь сказала? Нет, ничего конкретного Но, похоже, ее привело что-то важное Странно Что бы это могло быть? Что ж, я все равно завтра ее увижу И еще, доктор Сегодня пришел вот этот конверт из суда Думаю, это то, чего вы ждали Отлично, Кобра Завтра будет удачный день День хороших новостей Давно их не было? Давненько Особенно для Гваделупа И Либертат Это окончательное решение суда В пользу Гваделупа Да кто ты такая? Как ты смеешь так со мной говорить? Терпеть не могу твой комплекс превосходства И не вношу твой тон Ты говоришь так, будто моя жизнь и жизнь моей дочери в твоих руках Она моя дочь, Милагрос И ни на минуту не забывай об этом Она моя дочь И я сделаю все, чтобы избавить ее от еще больших страданий Что-то не похоже Теперь ты хочешь, чтобы она узнала правду Она уже знает Она знает, что Панчо не ее отец и хочет знать больше Милагрос, она задает вопросы Она изводится от сомнений И от чувства, что ее обманывают Мы больше не можем тянуть Она имеет право знать все А я имею право не говорить этого Я пожертвовала собой ради Либертат Ради Панчо, ради всех Я отдала всю жизнь семье Но никто этого не ценит Ты не понимаешь, что речь идет не о тебе А о твоей дочери, о Либертат Речь о ее счастье Она несчастна, Милагрос Она страдает по твоей вине И ты должна ее искупить Я? Да, Милагрос Либертат считает тебя своей матерью Значит, ты и должна ей все рассказать Тебе легко говорить Нет, я знаю, это не легко Но раз у тебя хватило смелости лгать ей все эти годы Раз ты посмела украсть у меня мою дочь Раз ты посмела обманывать мужа То у тебя должно хватить смелости пойти к ней И рассказать правду Никогда Тебя не волнует ее страдания Или ты не понимаешь, что сомнение – это яд, который убивает Он лишает возможности быть счастливой Милагрос, ты должна поговорить с ней, хочешь или нет? Да, я это сделаю Я поговорю с ней, но не скажу того, что хочешь ты Что это значит? Что ты хочешь ей сказать? Это мое дело, и я запрещаю тебе вмешиваться Я ее мать И я знаю, что должна ей сказать Подожди, Милагрос Последнее слово за мной, Гвадалупе И предупреждаю, не встревай между мной и Либертат Иначе будет хуже для всех Это я тебе обещаю Теперь папа покоится в мире Все произошло так быстро Никак не могу поверить, что его нет Да Трудно смириться со смертью близкого человека Но время лечит День проходит за днем И жизнь продолжается Придется привыкать Конечно Кстати, ты выглядишь уже более спокойной, уравновешенной Возможно Я свое отплакала А теперь хочу жить Так меня учил отец Так я и сделаю Может тебе Вернуться на работу В свой магазин Чем-то заняться Деятельность всегда помогает Время летит быстрее И раны затягиваются Я и не прекращала этого, Даниэль Несмотря на то, что случилось с папой И я продолжала работать Ты о чем? Надеюсь, ты не рассердишься на меня Я сделала кое-что без твоего согласия И это касается тебя Не совсем понимаю О чем ты? Я знаю, что тебе сейчас тяжело И мне известно Твое финансовое положение Это ни для кого не секрет Но какое отношение имеет Мое финансовое положение И к твоим словам Дорогой, я взяла на себя смелость Поговорить с моим маклером И попросила его купить акции Твоей компании Что? Зачем? Почему ты это сделала? Я не позволю Гвадалупа Сантос Погубить любимого человека Ты это серьезно, Елена? Все, что ты сказала, правда? Абсолютно Отец научил меня и этому Любовь не просто красивые слова Или страсть Любовь доказывают поступками И я не позволю Гвадалупу Уничтожить тебя Елена Никто меня не уничтожит Я не боюсь Я не боюсь начать все сначала А что касается Гвадалупы Полагаю Я сам могу это уладить Знаю, но я все равно хочу Хоть чем-то помочь тебе, дорогой Гвадалупа Сантос Придется иметь дело со мной Как с основным держателем Акции компании И ты не представляешь Какое это будет для меня удовольствие Это последний отчет За последний месяц Каридат здесь все красное Насколько я понимаю, это расходы Расходы и еще расходы За расходами не было надлежащего контроля, сеньора Поставщики подняли цены А у сеньора Панчо было столько проблем Что у него не было времени отследить ситуацию Но ведь есть соглашение с Ранчо Манкада Цирио должно поступать оттуда Это верное решение, но выполнить его оказалось невозможно Доброе утро Доброе утро, сеньор Продолжим потом, Каридат Да, прошу прощения Ты заходила ко мне Полагаю, речь о чем-то важном Я прав? Да, Рудольф Я хочу, чтобы ты объяснил мне, что это значит Налей мне еще кофе, Монолиса Сеньора, вы уже и так выпили три чашки Это не твое дело Сеньора, я просто хотела сказать, что если пить столько кофе, то у вас глаза могут вылезти наружу Не болтай глупости Лучше поторопи Либертат, а то она опоздает в школу Я больше не пойду в школу В чем дело? Почему ты не в форме? Я сказала, что больше в школу не пойду Ты с ума сошла? Ты немедленно пойдешь в комнату, переоденешься и отправишься в школу Ты мне больше не указ Как ты смеешь так разговаривать? Смею Потому что больше не верю тебе Ты меня не уважала, лгала и обращалась со мной, как с дурочкой Поэтому я не буду тебя слушать, нравится тебе это или нет А ты? Что ты тут стоишь? Разява! Иди на кухню! Живо! Если я вынуждена мириться с тем, что ты не хочешь сказать, кто мой отец То тебе придется мириться с моими решениями А я решила, больше тебя не слушаться, мама Послушай Если ты бунтуешь из-за того, что я не сказала тебе правду То тогда слушай внимательно, дочка Я доставлю тебе удовольствие Да, это правда Панчо Тебе не отец Это так, доченька У меня был мужчина до того, как я вышла замуж За твоего отца Как ты могла? Это не твоя проблема, детка К тому же Панчо знает об этом Но в любом случае, это ему я должна давать объяснение Речь идет о моем отце И я имею право знать правду Я не буду обсуждать это с тобой А придется Когда папа вернется, я ему все расскажу И ты объяснишь ему все в моем присутствии Что? Что такое? Вас не волнует ваша дочь Вас не волнует муж Вы думаете только о себе С каждым днем вы все больше погружаетесь в обман И куда, по-вашему, это приведет? Моя жизнь тебя не касается Мне вас жаль Что ты делаешь? Я же велел тебе сидеть здесь Я услышала чьи-то шаги И мне пришлось спрятаться Это была твоя мать Она чуть не засекла меня Если мать, то нет проблем Она решит, что ты одна из моих подружек К тому же ей до меня никакого дела нет Надо было раньше предупредить Ты не представляешь, чего мне стоило спрятаться Я так испугалась У меня даже пропал эффект от того, что ты мне дал Не волнуйся, Пати У меня всегда при себе аптечка первой помощи Как раз на такой случай А? Если бы ты знал, как мне спокойно с тобой Не слишком успокаивайся, Пати Не привыкай Это верно, мать не проблема А вот Ахилиас и его люди Да Они знают, где ты живешь Конечно Они приходили и угрожали мне Тебя все ищут, Патрисия Если они вдруг узнают, что ты здесь Нас обоих убьют Тогда надо убираться отсюда Я должна уйти И надо найти другое место Нет, тихо Пока не надо Но ты должна быть очень осторожной, Пати Хорошо Не беспокойся Если ты будешь давать то, что мне нужно Я буду сидеть Здесь Вот видишь Вот это мне нравится, Пати Тогда Означает ли это Что я заслужил награду? Все, что хочешь Все, что хочу Да, Ронни Все, что угодно Тогда позвони, Либертад Либертад Зачем? Не задавай вопросов, Пати В последнее время у нас все шло отлично Ты же не станешь делать исключения? Верно, Патита Так что делай, что я сказал Этот священник определенно ты, Рудольфо И эти фотографии были сделаны в мексиканском аэропорту Который, кстати, недалеко от тюрьмы, где я провела столько лет Откуда у тебя эти фотографии? Это так важно Главное, это ты, переодетый в священника Тут нет сомнений Или будешь отрицать? Нет Отрицать бессмысленно Ты притворялся священником Чтобы передать ту кассету в суд Зачем, Рудольфо? Что ты хотел скрыть? Ты мог бы разными способами отправить ее Но ты что-то скрыл Почему? Как у тебя оказалась эта кассета? Может, ты ее снимал? Когда Даниэль Монкада Твой муж Отправил тебя в тюрьму Я пообещал, что помогу тебе У Рикардо Монтенегро не было ничего для твоей защиты А я добыл улики Если бы не я, ты бы все еще сидела в тюрьме И тебя бы считали виновной Я выполнил обещание И больше мне сказать нечего Нет У меня еще много вопросов И ты должен знать, что в тот день меня изнасиловал не Эрнеста Риабоэна В моей памяти остался только он Потому что меня опоили Но анализы показали, что меня изнасиловал другой Что ты можешь сказать об этом? Я могу сказать только, что ты еще молодая И очень красивая женщина У тебя чудная дочь А те, кто столько лет причиняли тебе страдания Теперь расплачиваются за это Что это? Это решение суда Которым ты объявляешься владелицей всего состояния Монкада Теперь все это твое Ранчо, все остальное Теперь ты хозяйка Ты и твоя дочь Фильм озвучен компанией Интеркоммуникашнс 2005 год